Валентина Ну, не настолько она… Хотя… Да… Так, ладно. Пусть с этим разбирается полиция. Что со вторым ребенком? Удалось что-то разу узнать? Да там ничего не ясно. Отец сказал, мол, ему дети были ни к чему. Так и сказал, дети. Да. Может, договорился? Мне кажется, он очень хороший мужик. Просто нервный. Да пьет он много. Это тебе еще повезло, что он не успел из тебя сделать Шумахера или Тайсона. Знаешь, я не против. Если честно, я бы еще пожила какое-то время с ними. Мама, она тебя очень любит. Я такую любовь. Только в детстве помню, и то недолго. Да ладно тебе, не прибедняйся. Папа тебя тоже очень любит. Запутался просто. Знаешь, а я бы еще на твоей королевской кровати тоже поспала. Все ясно. Сговорились. Ладно, нам это на руку. Алина поближе познакомится с родителями. Но у тебя, Жень, задача посложнее. Это Ольга. А за ней нужен глаз да глаз, если все подтвердится. Любовник, ребенок, слив информации, то это… То я для нее большая помеха. Угу. Две. Две больших помехи. Я тебе в обиду не дам. Я же твоя старшая сестра. Это, конечно, все хорошо. Но что произошло двадцать лет назад? И кто виноват? Раз у нас все такие хорошие. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Вы ничего не получите, потому что вы меня подставили. Да, подставили. Потому что профессионал выполняет свою работу с первого раза. Вот если исправите свою ошибку, тогда получите все остальное. Все. А ты что, завтракать не идешь? Ух ты! Нет, доброе утро. Не успеваю. А с каких пор это в художественной академии спортом занимаются? А что тут у тебя за сумка такая страшная? Рвань. А я сперва... А я сперва на фехтование схожу. А? На фитнес. На фитнес. Угу. Угу. Спасибо, что напомнила. Всегда пожалуйста. Ну да. Куда же без этого? Ага. Добавочка. А ты чего не ешь? Невкусно что ли? Нет, все очень вкусно. Спасибо. Удались? Папуль, а вот, что бы ты хотел сейчас больше всего? Женька, я не-не. Не грамма. Я ж сказал. Потом вот это вот, Папуля. Ты сразу скажи, что натворила? Папуля, потому что Папуля ничего я не натворила. Сейчас. Ну ты чего? Вот. Сегодня же футбольный матч. Это абонемент на все ближайшие игры. А это тебе билеты в оперный театр. Подожди, подожди. Это же на матче всего сезон. Это ВИП. Да ладно, это такое достать сложно. Ты разыгрываешь, да? Разыгрываешь отца. Нет, пап. Абонемент самый настоящий. Откуда ж у тебя деньги такие? Это ж, это ж ты что, миллионершей стала? Жень, ты можешь не бояться и все нам честно с папой рассказать. Откуда у тебя такие деньги? Мам, пап, да какие деньги? У меня же две кредитки. Процентики капают. Кредитки? Какие кредитки? Ну я денег поднакопила, карточку оформила. Какие проблемы? Какие проблемы? Взялась за ум дотя. Ну что, будем завтракать? Мамуль, садись с нами. Ёлки-мотолки, а. Двадцать пятый сект. Алин, ну десять минут опоздание. Черт. Давай. Ты что тут делаешь? Как что делаю? Традиция. Че, так и будешь за мной бегать? Ну, нам вообще-то по пути. Слушай, сегодня нам не по пути. В смысле? В смысле, я не иду в академию. А это тогда зачем? Алин, у тебя пять пропусков. Это нормально? Алин, ты можешь остановиться? В академию идем? Послушай, а можешь занести? А то мне нужно в одно место забежать. Ань, ничего, что у нас экзамен, натюрморт. Вадим, послушай, ты очень хороший человек, но не ходи за мной, ладно? Алин, у нас секретов никогда не было. Может, ты влюбилась в кого? Так скажи мне, я ему морду начищу. Может, и влюбилась. Только тебя это не касается. Я чужого не беру, дура. Ну, все, в порядке. Это вам больше не понадобится. Будете обрабатывать перекисью. Сказала бы, что до свадьбы заживет, но думаю, это уже лишнее. Спасибо. Вам беречь девушку надо. Шрамы украшают только мужчины. Спасибо вам большое. Ну что, все, наверное. Давай я тебя домой отвезу. Домой? Интересно. А домой-то куда? Да, получается, сейчас между двух огней. Трех. Еще художественная академия. Слушай, а поехали со мной на тренировку? У меня сегодня рабочий день, как-никак. Там Женька будет. Она хочет форму вернуть. Да и ты ж хотела посмотреть. А поехали. Поехали. ИНТРИГУЮЩЕЙСЯ Здравствуйте. А с Кириллом Ольшанским можно поговорить? Это его дочь. Спасибо. Алло, пап, привет. Это я. Как ты? Да все в порядке. Я скучаю по тебе. Я тоже скучаю по тебе, доченька. Я приеду сегодня. Ну, ты же все раб была. Займись лучше с собой, вот я ведь курсовую наносу. Сегодня Ольга посидит. Пап, нет, пап, я все равно приеду. Все, дорогая, он заснул. Состояние слабое, но стабильное. За подробностями звоните врачу. Все, скоро приедет жена, не волнуйтесь. Ему нужен покой. Если отец умрет, то из-за тебя. Ольга, я тоже добрался, что, когда удовлетворил. Продолжение следует. Ай-а-а. Утеки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА – Вы Элина Ольшанская? – Да, а что? Зайдите, пожалуйста, ко мне. Нужно обсудить дальнейшее лечение вашего отца. – Хорошо, обязательно. Я зайду на обратном пути. – Но только обязательно. Обязательно. Спасибо вам. Папа. Папочка. Папа. Папа. Врач! Срочно, врач! Я прошу вас, человеку плохо! Девушка, быстрее! Я прошу вас, пожалуйста, ему плохо! Сделайте что-нибудь! Помогите ему! Папа! 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 Помогите ему! Я вас прошу! Папа! Папа! Молодец! Почти в форме. А где Аля? Надо позвонить ей. Давайте! Активней, активней! Разминайтесь! Олег! Олег! Алло, Аль, ты где? Я у папы. Он бессознальный. Я понял. Я понял. Я сейчас еду. Все, никуда не уходи. Да-да-да-давай. Олег, подожди. Что случилось? Я… Я не знаю. Алина, там она в больнице. Там с отцом что-то случилось. Так, я с тобой. Куда? Тебе нельзя. А если он в себя придет? Или Ольга приедет? Тебе вообще тренировку нужно провести. Олег! Олег! Папочка, господи! Алина Амур, привет. Как у тебя дела? Родная, у меня все хорошо. А у папы как дела? О, у отца еще лучше. Он же на международный матч по футболу пошел. На какой международный матч? Женечка, ты же ему утром сама билеты подарила. А, на международный матч, да. Ну да. Женя, может тебе еще рановато из дома выходить, а? Я очень скучаю по вам. Так быстро? Шутница. Давай, я тебя целую до вечера. Да. Скоро увидимся. Представляешь, папа, у тебя аппарат отключился. А я вовремя успела. Ну, техника, она эти, ненадежная. Произошел сбой. Ну, ты молодчина. Ну, как такое может быть? Здесь в больнице электричество не может пропасть само по себе. Здесь генератор стоит. Ну, это… Ну, это… Это Олег. Это мой друг. Очень хороший человек. Ладно, вы выздоравливайте. Алина, я тебя снаружи подожду. Угу. Я так рад тебя видеть. Я тоже, папа. Серьёзно, я тебе не могу. Я не могу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Поехали. Давай я тебе открою дверь, как галантный кавалер Дима Торзок 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 Ты знаешь, это похоже на какой-то страшный сон. Хочется проснуться. Проснуться и увидеть, что ты рядышком. У нас все хорошо. Дом, любимое дело. Ребенок рядышком спит. И это все могло быть десять лет назад. Скоро, милый, все именно для тебя так и будет. Об остальном я уже позаботилась. А ты не думай. Жизнь — штука жестокая. Поэтому я никогда не понимала, что такое начать с нуля. И рай в шалаше и вся эта романтика. Это ты у нас был столичным мальчиком. А я? Я ведь всего добилась сама. Ты знаешь, я вот вспоминаю, как ты, как ты у девчонок джинсы одолживала. Сейчас вот вспоминаю, и сердце сжимается. А ведь ты была самая лучшая. И вообще самая. Вот поэтому я сделаю все возможное, чтобы моему, нашему, ребенку не пришлось пройти через все то, через то, прошла я. У него будет все. Такой я человек. И такой ты меня знаешь. И такой полюбил. Правда же? А теперь просто помолчи. Помолчи и подожди еще пару дней. А потом… Потом все, как в твоем сне. Дом, дело. Малыш. Наш малыш. Малыш. Ты всегда была сильнее меня. Нет, дорогой. Дудки. Хватит с меня. Скоро я стану слабой девочкой, а ты будешь большим и сильным. Кофе в постель хоть носить будешь? Да. И котлетки. Ну, я правда голодная. Я тоже. Да ешьте на здоровье. Да. Да, у меня, конечно, в глазах двоится. На вас смотреть одно удовольствие. А теперь давайте по делу. Ситуация выходит за рамки личного. Я домой возвращаюсь. Я больше не могу подвергать тебе опасности. Второе нападение – это не шутка. Может, случайность? Да не верю я в случайности. Нужно все самой выяснить. Я знаю, как говорить с Ольгой. Так, Алин. Это может быть опасно. Да нет, я не думаю. Ольга, конечно, женщина решительная, но это же не французский детектив. Преступник пойман. Его допросили. Я по родителям соскучилась. И знаю, как говорить с мамой. Понятно. Сговорились уже. Но я буду рядом, Алин. Девушка, рассчитайте нас, пожалуйста. Да, хорошо. Ну, это ж надо одно лицо. Я думаю, удобно иметь с сестрой-близняшку. Муж, наверное, путает. Я сейчас. А-а-а… Давайте я вас домой отвезу. Да. Только будет нужно махнуться одеждой. Ну, чтобы не спалиться. Женечка. Ну, чего ж ты так долго, а? Ну, я же волнуюсь. Мамочка. А почему не сняли пластырь? Там заражение, инфекция. Что сказал врач? Ай-ай. Нет, все… А что с рукой? Мамуль, не волнуйся. Все хорошо. На тренировки потянула. Женька, ну ты с ума сошла? Ну, какие тренировки? Ну, у тебя сотрясение. Тебе лежать надо. Ну, ты совсем себя не бережешь. Давайте. Ну, спасибо. Вот спасибо. Вот порадовал отца, а. Представляешь? Наша команда еще и выиграла, а. Спасибо. Я… Извини. Это место королевское. Я прям все видел. Даже шнурки их видел. Представляешь? Шнурки прям… Ты чего? Как я по вам скучала. Чего скучала-то? Утром ушла. Ты чего, Жень? Так, мать, давай, давай, кормить надо. Кормить, кормить. Давай, давай. Я все расскажу. Такое событие, а. Спасибо тебе. Я пойду. Ну да. Но я, наверное, тебя тут подожду. Немножко, на всякий случай. Олег, целую ночь? Ну, все будет хорошо. Спасибо тебе. Пока. О, Вадька, привет. А ты чего стоишь на улице, мерзнешь? Да ничего. Шесть прогулов и одно разбитое сердце. Ух ты. Спасибо. Что-что? После вчерашнего еще спрашиваешь? А что было вчера? Да так ничего. Человеком-то была. Но не оправдала мои ожидания. Пока, Оленька. Вадька. Вадька, стой. Да. Еще оправдаю. Договорились. Пока. Хорошенькие ребятки. Ты же ребенка ждешь. Тебе нельзя. Папа тебе привет передавал. Я забегала сегодня к нему. Врачи говорят, что он идет на поправку, так что скоро вернется домой. Папа? Ты сказала, папа? Да ты, Ольшинским, никто. Никто. У меня доказательства есть, что пацана они ждали. Пацана, понимаешь? А тебя? А тебя они на помойке нашли. На помойке. И ты ничего не получишь. Ничего. Ну что? Я еще генетическую экспертизу проведу. И вот тогда посмотрим, как ты запоешь. Так вот, чего ты хочешь? Знай, папа не умрет, я не дам. А что касается помойки, в хорошей я семье родилась, в отличной. А вот откуда взялась ты, почему ты такая? Чего тебе не хватает? Ты всем жизнь испортила. Игорю своему. Злая, лживая. Жалко мне тебя. Ненавижу. Ненавижу. Аля. 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 Как ты ж? Спасибо вам. Хотя, если бы немного опоздали, в этот раз вам бы не выжить. И вам большое спасибо. Госпожа Курбатова, в следующий раз будьте осторожны. Альшанская. Альшанская. Поехали. Ну что, пойдем в дом. А вообще, может, лучше в больницу, а? Нет. И ни в дом, и ни в больницу. Ну, давай ко мне. Поехали ко мне, я тебя спать уложу. Да не усну я, Олег. Надоело мне все это. Поехали к Курбатовым прямо сейчас. Слушай, поздно уже. Да и, может, хватит на сегодня стресса. Я хочу знать правду. Ладно. Давай. Тебе в порядок бы себя привезти. В машине приведу. Давай. Зин, ну, в честь победы команды нашей, а? Такой день сегодня. Я, я по чуть-чуть. Где ты ее прячешь? Жека, она спит уже давно. Ну, пожалуйста. На. Хоть залейся. Я немного. Федя, как ты можешь? Тебе дочь такой подарок сделала. Она простила тебе, дурака, а ты… А что я? Душа горит. Душа у тебя горит. Душа у тебя горит. Только ты, ты не хотел, чтобы я работала, а я дома сидела. Лиза, я тебя по-человечески прошу. Ну, 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 не нашабодись. Не нашабодись. Не нашабодись. Не нашабодись. Я тебе деградирую. Я думала, муж у меня. Хозяин, добытчик, руки золотые. Ты думаешь, я работать не хотела? У меня два высших образования. Ты меня законсервировал на этой кухне. Потому что ты был первым всегда. А как ты девочек не хотел, а? Да пей, пей, на, пей, на. Хоть залейся. Мне все равно. Мне просто Женьку жалко. Ты никогда не хотел детей. Ты меня всегда упрекал. А, мама, то тебе денег мало, то ты дело свое открываешь. А когда моя вторая девочка умерла, ты радовался, наверное… Зина, а ну прекрати. Замолчи. Одним ртом меньше. Не правда это. Слышишь? Вот, вот не правда ведь. Это… Кого там черт принес? Олег? Ты чего здесь? Жека? Жека! А где вторая девочка? Крепитесь! Асфиксируйтесь! Тяжелый случай! Я не уверена! Не слышала, как она кричала! Не слышала, как она кричала! Вам нужно заботиться о живом ребенке! Посмотрите! Посмотрите! Вот она кричит! Вот она кричит! Звонят мне, где он? Тихо, мужики! Палыч звонит, доктор! Да! Степаныч, привет! Да, Палыч, что там? Как там? Зинка родила? Все чики-пики? Родила двойню, как и предполагали, поздравляем! Родила! Родила! Ну-ка, Палыч, мы в тебе не сомневались! Спасибо тебе, дорогой! С меня, как говорится, причитается, да? Да! А теперь послушай, пожалуйста, внимательно! Тут такое дело, в соседней палате умер ребенок! Родители очень влиятельные, очень хорошие, состоятельные люди! Ну, подожди, дай! Тише, я с доктором поговорить должен! Отец предлагает удочерить твою вторую девочку! Да я чего-то не пойму, Палыч, ты что говоришь-то? Как это можно было? Да как-как? Ты же сам говорил, что это для тебя катастрофа! А тут семья хорошая! Девочки твоей будущее дадут! Образование! Ну, а ты свое дело откроешь! Привет, передай! Сейчас, подожди! Поговорить надо! Я передам, передам! Передам, передам! Я не понимаю, ты шутишь, что ли? Хорошо, Степаныч, тебе решать, только решай быстрее, пока я один могу оформить смерть! Зафиксируем, как аспексия! Ну, давай! Да? Да! Позже давай, я согласен! Да! Согласен! Долги твои все скину, а! Квит-то будем! Пока! Ну, что, давай, не томи! Кто родился? Степаныч, за кого пить будем? Кто? Девочка! О, девочка! Одна, что ли? Одна! Ты же говорил, двойня у тебя! Умерла вторая! Как померла? Асфиксия, сказали! Ой, случается, конечно! Ох, горе какое! Тяжело! 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 Как ты мог? Как ты мог? Как ты мог? Прости, дочка! Все, все простите! Пьяный был! Не понимал, что делаю! Тяжело отличие. Нет, separation! Я осетила, что ли вы еще и обновь меня? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вам что-то известно об этом? Какое нападение? Также она подозревается в попытке предумышленного убийства собственного мужа. Вам необходимо подъехать для дачи показаний. Да она не могла. Извините, я ничего об этом не знаю, больше не могу говорить. Александр Петрович, мне нужен хороший адвокат. Да я все время так списываю. Привет. Привет. Давно меня ждешь? Да нет. Слушай, я подумал, может быть, я наконец-то домой тебя отвезу, а? Да не тянет меня пока домой. Я еще хочу какое-то время у родителей пожить. Серьезно? Вы же там, Женька, на одной кровати спите. Вам не тесно? Не-а. Мы с ней разговариваем. Разговариваете? Уже обо всем переговорили. Так. Вот-вот. А тебе, кстати, тоже. Вот. Отсюда поподробнее. Ой, Женька мне рассказывала, как ты ее в спорт вернул, как вы фехтуете, как ты мушкетеров пересказывал. Да, бывало всякое. Но все-таки дом Ольшанских – это твой дом. Да и отца скоро выпишут. Как он там один без тебя будет? Я вернусь, конечно, я его не брошу. Я же его люблю очень. Ты ему вообще про сестру рассказала? Вообще хоть что-нибудь? Только про Олю. А папа никак поверить не может. Он так любил маму. А после ее смерти появилась Ольга. И разве можно забыть любовь? Неужели так бывает? Да. Да, по-разному в жизни бывает. Знаешь, ты его не осуждай. Есть люди, которые просто не могут быть в одиночестве. А есть одна Люба. Тут… Тут неизвестно, кому хуже. А Федор Степанович как? Он живет у знакомого в мастерской. Я заходила. Мама с Женькой с ним не разговаривают. Я не вмешиваюсь. Им виднее. Но пить он перестал. В церковь ходит. Да? Все извиняется передо мной. Ну, а я-то что? Я? Я все эти годы хорошо жива. Да. А вот мама с Женькой… Не простят они его. А мне его жалко. Надо же, вы… Вы с Женей как две капли воды, но при этом вы такие… Такие разные. Разные. Слушай, раз ты… Домой не хочешь… Может быть, в кино? В кино? А пойдем? Идем. Привет. 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 А я искал тебя. А чего меня искать? А мне Алинка все рассказала. Нравишься ты мне, Женька. Как Женька. Нравлюсь-нравлюсь. Нравишься-нравишься. За Алинкой мольбер ты потаскал, теперь круче будет. Мушкетерское оружие. Фехтовать научишь? Нет, ни в коем случае. Да-да, защищайся! Да ладно! Ах, ладно! Берем, нет? Да, оставь здесь. У меня как-то до сих пор в голове не укладывается, что Ольга смогла это сделать. Пап, какие тебе еще нужны доказательства? На аппарате и отпечатки. Ребенок не твой, а Игоря. Он теперь ей, кстати, в СИЗО передачки и носит. Преступник, который на меня напал, во всем сознался. Вот тебе этого мало? Да нет, я не понимаю, она была талантливой девочкой, когда она переступила черту, почему я этого не заметил? Почему я тебе не поверил? Бедная моя девочка, как же ты натерпелась? Пап, ну не только же она переступила черту. Пока мы здесь, нам нужно кое о чем поговорить. Ой, может, надо было как-то повременить. Ну, как Алиночка ему скажет? Все правильно. Пусть говорит, пока он в больнице, здесь хоть врачи рядом. Да-да, Аля права. Лучший раз и навсегда. Как укол. Ну да, это же я никогда не любила людей колоть. Но чемпионкой все-таки стала. Судьба? Я боялся тебя потереть. И Лерочку тоже. Прости меня. Прости меня, родная. Я прощаю тебя, папа, потому что я счастливый человек. Я безумно тебя люблю. Я очень люблю маму, и я ее помню. Вы навсегда мои родные люди. Ну что? Идем? Куда? Нас ждут. Сотрудники? Не, я сейчас никого не хочу видеть. Сотрудники. Нас ждет семья. КОНЕЦ 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 Здравствуйте. КОНЕЦ А это Женя. Кирилл Алексеевич, дорогой, как мы рады. Павел. КОНЕЦ Поехали. КОНЕЦ КОНЕЦ Пап, иди к нам. КОНЕЦ Субтитры подогнал «Симон»